Новая выставка вещей именитых космонавтов и специальные гости ветераны космодрома Байконур в Кировском космическом центре отпраздновали День космонавтики и представили праздничную выставку, отражая историю. На ней представлены, например, личные вещи первого командующего космическими войсками кировчанина Анатолия Перминова, бывшего космонавта Виктора Савиных и нынешнего летчика Олега Артемьева, который недавно приезжал в Киров. В День космонавтики конференц-зал детского космического центра переполнен. Здесь представлены экспонаты, которые подарили центру именитые кировские летчики. Среди гостей – кадеты, чиновники и люди, которые непосредственно связаны с космонавтикой. Например, Алексей Лосарев в молодости отслужил на космодроме Байконур. Признался, что Байконур впечатлил не сразу, но некоторые вещи забыть невозможно. Я организовывал эвакуацию и находился где-то в 15 километрах в степи. Представляете, в 15 километрах от старта в степи земля из-под ног уходила. Настолько мощный гул отстоялся, буквально как землетрясение. Вот это вот да. На выставке представлены вещи, которые никогда не находились в запасниках музея. Все экспонаты в своем роде уникальны. Их представили земляки, которые так или иначе были связаны с космосом. Например, Анатолий Перминов, наш земляк, первый командующий космическими войсками России, отдал на выставку свой китель и памятные знаки. А Олег Артемьев, нынешний космонавт, который недавно побывал в Кирове, подарил музею документацию с МКС и свои личные нашивки с автографом. А еще в космоцентре представлен прототип маятника Фуко, с помощью которого ученый доказал, что земля круглая и вращается против часовой стрелки. Как это работает? Давайте мы его включим. Когда мы запускаем маятник, происходят вот такие движения. Кажется, что он двигается почти прямо, но постепенно он начинает двигаться по часовой стрелке против вращения земли. И, собственно, этот опыт доказал то, что земля круглая и вертится вокруг своей силы. Еще на выставке представлены книги о космонавтике и военно-воздушных силах. Кроме того, в космоцентре появился еще один робот. Он умеет не только здороваться, когда ему скучно, начинает танцевать. Выставка будет работать до 14 апреля.